Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос 3532». Согласен, что христианам не следует никого убивать и на войне. Но тогда тебя убьют свои же. Что же делать? Толкование. У Бога всего много. Отказников, кто оружие в руки не брал, не всех расстреляли. В последнее время стали более раскованно печатать воспоминания фронтовиков. И мы стали узнавать, что были и православные, видимо, из подпольных ИПХ, и из сектантов, кто не пожаловал стать убийцей. И они остались живы, не запятнав рук своей кровью в самых опасных случаях жизни. Локомотивщик. Алтай. 12 октября 2007 года. Страница 3. Кавычки открыты. Штрафбатя. Командир штрафной роты Николай Смирнов. Другого бойца направили в штраф роту за то, что отказывался брать в руки оружие. Баптистом оказался. Его стояли перед строем, грозили расстрелять, а он ни в какую. Мы с политориком поразмыслили, что делать, и придумали. Определили его санитары. Так он вытащил с того света столько наших парней, сколько не каждый фрицов пострелял. Шел он всегда в первых рядах и живой остался. Вот вам и вера. Кавычки закрыты. Псалом 107, 11 стих. Кто введет меня в укрепленный город? Откровение 13.10. Кто введет в плен? Кто введет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Если бы искренне верили в Бога, доверялись Ему во всем, то не нужна была бы и армия, и враги даже не появились бы на горизонте. Это понимал царь Давид еще 30 тысяч лет тому назад. Псалом 80, 14 по 17 стих. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями. Я скоро смирил бы врагов их, я обратил бы руку мою на протеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. Воспоминания вояк-пенсионеров теснятся на предпраздничных колонках. И не словечко Христе о вере, как Бог хранил и тех, кто злом уловлен. Земля, дымящаяся в гневе головня, дрожала, содрогаясь от разрывов. Спешили хитростью покинутых пленять. Смерть распостерла ядовито крылья. В кошмарных снах текли десятилетия. Бог мял колхозами, гулагом беспощадным. Пятиконечные звезды к покойникам прилепят. Протравленные сплошь табачным ядом. Тьма совершенная, египетская ночь. Засили мракок над страной несчастной. И как с Израилем все повторилось точь. Но вместо Библии лишь ленинские басни. Фронтовикам, счастливого уцелевшим, Бог и Его шанс оставил покаянию. Но вновь попутал бес, лукавый леший. Над верой коммунисты беспробудно пьяный. Слепцы, отжившие, бормочут про победу. Рабы греха, плененные страстями. Не внешне только, но духовно бедные. Мешки из кожи с хрупкими костями. А Бог все ждал. Он любящий отец. Расхристанных и бритых оборванцев. Что вот одумывается свиньи наконец. И посоветует за стол к отцу пробраться. Фронтовики, невольники из детства. Победа пирого, пирующих останков. Перед дорогой в вечность нам присесть бы. И помолчать о подвигах поганых. Вы все убийцы, все почти до одного. Вы побежденные грехом и злобным бесом. Мы без Христа. Мешки костей и гной. И легче пустоты. Бог нас в Писании взвесил. 18.10.07. Игнатий Лапкин.